Доброй ночи, друзья! У меня уже больше трех ночи. Вы на канале «Как научиться стрелять» с вами Владик Любитский. Значит, я уже и сам не рад, что ввязался в эту борьбу. Ну, дело принципа. Раз обещал, значит, надо. Дело объективности. В принципе, мне тоже было интересно кое-что понять. Даже я кое-где ошибался. Я, в принципе, должен это признать. Человек не писал. Видимо, он уже стрелял. Опытный человек, видимо, замерял, засчитывал, поэтому... Так, долго я думал, как это все вам показать. На столе у меня не получалось. Либо по каждому вымерять это и долго, и оно искривляется. В общем, нет того эффекта. Вот. Пока заштриховал все это движение, оказывается, подронник просто бесово туча этих дробин. И пока ты заштрихуешь, ты просто обалдеешь. Особенно, если это 9 мишеней. В общем, тихий ужас. Значит, смотрите. Таким образом у нас шло измерение. Значит, у нас это стандартное бою 106 сантиметров. Вот. Считалось количество общее, которое попало в мишень. Да. И непосредственно 50 сантиметров. Здесь где-то 71. Ну, 70-71 в целом где-то. Может где-то 75. Но в целом, как бы, зона поражения считалась 50 сантиметров. Цифры буду указывать и так, и так. Ну, что, давайте по марочкам будем наводиться, обсуждать и так далее, и тому подобное. Значит, первая марочка у нас будет... Сейчас как-то ее так... Ну, как всегда, я уже устал. Так. Все. Извиняюсь. У меня садится голос. Значит так, ребята. Классический самокрут. 36 грамм. Пыш-контейнер. Разорванные лепестки. Дроп Рио. То есть, дроп очень хорошего качества. Значит, показала результат такой. Значит, в зоне поражения 50 на 70. Зафиксировано 134 штуки. В целом, на мишени 186 штук. При том, что у нас всего плюс-минус 228 дробин вообще в патроне. Да, 36 грамм. Значит, что хочется отметить. Прежде всего, обалденный угололосы. Центр поражен. В центре очень много попаданий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. То есть, равномерность доступа и обалденная. Есть небольшая пропилешинка здесь. Ну, там по мелочам. В целом, как бы. Да, ну, все пошло. В общем, картина очень хорошая. Так. Соответственно, разрываем лепестки. Самокрут у нас нас порадовал. Наводимся на следующую марочку. Так. Это у нас самокрут прежде она плюс стакан. 3,6 грамм. Ну, я показывал в видео в предыдущем. Значит, в зону поражения у нас попало 128 штук. 190 зафиксировано на всей мишени. Единственное, что хочется отметить. Пошло, в принципе, кучненько. Да. Ну, тут здоровая такая вроплешинка. Ну, и тут по мелочи. В целом, да. Но, как бы, 190 штук их. Это радует. В целом радует. Немножко подзанизило. Может, стакан сыграл так. Не знаю, ребята. Будет быть. Передвигаемся дальше. Постараюсь не затягивать души. Я уже почти сплю, ребят. Вот. Передвигаемся дальше. Значит, что у нас следующее. Самый крут пыш диана плюс бумага. То есть, я вставлял бумагу. Ну, как бы, видно было. 3,6 грамм. Значит, в зону поражения попало 107 дробин. Всего в мишень 167. Причем, хочется отметить. В целом-то неплохо, да. Ну, хочется отметить вот здесь такая проплешина. То есть, непосредственно вот в этот черный круг не попало ни одной дробины. Ну, так вот. Как получилось. Ну, и так. В целом. Ну, можно было бы и лучше. Впоследствии вы увидите, что все-таки, наверное, в этом плане бумага, наверное, даже и, может, и лишняя была. Бог его знает. Так. Следующий конкурсант. Наш такой интересный. Да. Тут вообще супер, конечно. Удивил. Хотя, почему удивил? Наверное, не очень удивил. Стал на с этой стороны. Значит, что. МСВ. Контейнер 3,6 грамм. Пятерочка в дробь. Это заводской мельничок. Вообще, рекордсмен с обратной стороны. Значит, в мишень... Так, а ну, камеры. Иди сюда. Вы мне лишние дробины тут, вы же добавляете. Значит, в нашу, так сказать, поражающую часть попало 49 дробин, ребята. 49. И всего 100 было зафиксировано на всей мишени. Раскидал ее вверх, раскидал ее вниз. И тут такие проплешины, что мама не горю. Короче, патрон, конечно, дешевый. С чем я вас, в общем-то, и поздравляю. Да. Не, ну, может быть, да. Может быть, как-то попадет. Повезет, не повезет. Утку положите, не положите. В общем, вообще ни о чем. То есть, в принципе, плохая дробь, не надо рассказывать, что плохая дробь хорошо летит. Вот такие ядцы, которые мы видели, вот, по сути, вот этот результат он и дал. То есть, все, как бы, объективно, адекватно, с точки зрения физики. Абсолютно нормально. Ну, в общем, короче. Я ставлю крест на этом патроне. Ну, в принципе, при распаковке я уже это сделал. Так, ребята, значит, следующий вариант. Так. Така, пятерочка, контейнерный, 36 грамм, с разорванными лепестками по трех. Это тот патрон, который я распаковал, просто разорвал лепесточки, дабы, как говорится, увидеть разницу между разорванными и неразорванными. Значит, и что получилось? Кстати, очень хороший результат получился. 114 штук попало в нашу, скажем так, поражающую часть. Ну, 168 зафиксировано на всей мишени. Но, факт какой. Очень хорошая, равномерная осыпь, ребята. Практически здесь небольшая проплешинка, здесь, здесь, здесь. В центр попало достаточно много густота попадения в центр. Вообще, просто красота. То есть, поэтому, даже, даже, по сути, тахарская дробь, вот, с разорванным лепестком, показала на 35 метров очень достойный результат. То есть, тут мишени в центре у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В общем, порядочно. Очень даже, ребята. Так, буду переводиться, значит, по-ниже. По-ниже, да, потому что все не влезло. Тик. Ну, вот и хорошо. Вот и чутненько. Итак, время пришло у Тахо, пятерка, контейнерный, 36 грамм, Патриот Заводской, да, с неразорванными лепесточками. Кстати, контейнер, ну, как и, в принципе, планировалось, он не разорвался. Значит, в нашу поражающую зоду пришло 99 штук, не фонтан, скажу вам сразу, 163, весь лест ее подраскидало. Значит, проплешинки, ну, такие ощутимые. То есть, если мы сравним, прежде всего, вот, с тем, которая вот, та же дробь, да, но только контейнер разорван, тут сразу видно, как бы, что густота, как бы, есть, уточка упадет, в принципе, что самое интересное, сколько у нас, вот, раз, два, три, четыре, вот, четыре попало прямо в круг. Ну, я думаю, что утка упадет, ну, скажем так, лепестки ее разведать все-таки стоит. Так, за это сказали, переходим к следующему. Ага, это слишком многовато. Вот. Так. Следующий конкурсант, три его, пятерочка, контейнер, 36 грамм. Вот тут, ребята, я немножко не понял, честно говоря. Скорее всего, значит, контейнер разорвался, но единственное, что его амортизатор, он немножко деформировался, и мы его нашли, я попытаюсь его показать. То есть, он, как бы, то есть, его амортизатор немножко перекособочило буквой, ну, В, наверное, что ли. Видимо, вот эта штука сыграла свою роль, хотя, оптуратор сработал абсолютно нормально. Значит, так, ой, вот это я даю. Ну, уже сплют, я изменяюсь. Значит, не увидели. Вот контейнер, он немножко перекособоченный, вот в эту сторону, видимо, сбило что-то, я не знаю, хотя целился всегда пацанам. Значит, так, в зону поражения попало 87 дробин, ну, по сравнению, допустим, с Тахо, там, ну, чуть поменьше, конечно, штук на 10, а то и больше. Значит, всего на мишени зафиксировано 165 попаданий. Значит, осы почему-то пошла вниз, ну, как, точнее, то ли вот здесь проплешины, ну, в общем, такие довольно ощутимые проплешинки. Ну, тут 3-4 попало в центр, ну, в целом, так, я, я ожидал лучшего, говорю сразу. Так, значит, пошли дальше, пошли дальше, видно, видно, так, хорошо, прекрасно. Значит, так, RS3, пятерка, контейнерная, 36 грамм, качество, заводской. Очень интересный момент был, то есть при остреле, при том освещении, не было видно всей полной картины, и как бы сейчас, когда я уже все зарисовал, тут немножко прояснилось. Значит, во-первых, внимание, ребят, в зону поражения попала 141 дробина, это очень хороший результат, ребят. Всего на листе зафиксировано 209 штук, это при том, что их всего-то 228 приблизительно в патроне, да, это очень хороший результат. Но, между прочим, самое интересное, что проплешина здесь, вот такая вот, очень такая основательная, вот здесь, здесь, ну, Ну, в принципе, подраскидала в его контейнер, кстати, по-моему, не раскрылся, сейчас я покажу, из-за чего, наверное. Да, значит, контейнер... Кстати, немножко его и перекосило, ребят, да, его перекосило чуть-чуть. Кстати, это тот момент, о чем я вам и говорил. Хо-хо-хо-хо, а давайте я наведусь. Так, значит, я быстренько, ребята, наведусь. Вы уж простите. Так, значит, попытаемся словить наш фокус. Вот, мы видим, перекосило обтюратор. С одной стороны он был, видимо, вставлен чуть-чуть неровно, имейте в виду. Значит, два лепесточка у нас раскрылись, эта спайка не раскрылась. Все, уходим из этого режима и продолжаем работать. Коки работали. Так. Ибо по всему, значит, в целом утка, конечно, лежит, но почему-то по бокам осыпи больше, в центре, ну, не фонтан. Хотя, в целом, на мишени очень много дробинок, говорю, почти все, 209 штук. Это обалденный результат. Вот, значит, и, наверное, перемещаемся к самому интересному, ребят. Вот, к самому, я бы даже так сказал, наверное, интересному для нас, для меня тоже. Да что ж ты уже, зафиксируйся. Так, не падать, стоять, стоять, я тебе сказал. Значит, ребята, внимание, Рио Пятерка, бесконтейнерный, пыш, Диана, 36 грамм, заводской. Ха, я в шоке. 150 штук попало в нашу зону поражения. Это много. 213 штук, 213, при том, что это 228 плюс-минус в одном патроне, это почти все дробины прилетели. Попало во всю мишень. Значит, единственный моментик, ну, в принципе, небольшие, я считаю, проплешинки, небольшие. Очень хорошие волосы, обалденная. Утка лежит 100%, может быть, здесь небольшие варианты. Значит, наверное, уже все перевожу, скажем так, в нормальный формат, будем заканчивать, подытаживать. Кто может поставить на паузу, вот. Дабы на паузе все это отмотать, еще раз эти все варианты. Значит, скажу сразу, человек мне писал по поводу пыжа Диана, что он дает гораздо лучший осыпь, чем с контейнером. Ребята, это правда. Самокрут с хорошей дробью дал тоже неплохой результат. По осыпи, блин, все, утка ваша. Ну, на величок мы видели. Риво с контейнером. Короче, как повезет внутри, ребят. Поэтому за всем спасибо большое. Ставьте лайки, кому было полезно, потому что я уставлю. Подписывайся на канал. До новых встреч, ребят.